Хороший период означает, что всё развивается по воле Бога. Сколько у тебя людей, столько денег дают. Всё классно, потихоньку развивается. Не желаем больше, чем положено. Развиваемся потихоньку в состоянии спокойствия. Верим, что всё будет хорошо. Приходит время, приходят люди. Люди приходят, приходят средства. Плохой период жизни означает... Вот сейчас время пришло, мне вам эти вещи рассказывать. Можете считать меня дураком. Можете считать меня эмоциональным человеком. Я вам сейчас буду говорить вещи, которые нужны. Разумные люди будут слушать. Неразумные будут улыбаться. Сейчас проверим, кто есть, кто. Тема называется «Интуиция в бизнесе». У меня есть метод один. Это метод ведический, древний метод. Если человек находится в состоянии спокойствия, его сердце чисто, он верит в свою цель, у него нет никаких страхов ни по отношению к чему. И в этом состоянии он вот так вот две ручки вперёд притягивает, вот так две ручки, вот так садится, расслабляется. Если у мужчины идёт неприятное чувство, холод, напряжение, страх, по левой руке не имеют пальцы, не имеют рука. Он сравнивает всё время право-лево, право-лево с спокойным состоянием. Безквадратный класс. Он молится Богу в этом, чтобы быть спокойным, нужно думать о святом человеке, о Боге. Молиться, держать себя в состоянии спокойствия, вера, что всё будет хорошо. Несмотря на эту веру, всё равно психическая энергия перекикает на левую сторону больше. И слева какое-то напряжение. Всё равно там что-то не то, как будто что-то мне не нравится, что с левой стороной происходит у мужчины. Означает, что трудности заставит совершать чрезмерные усилия. Это не означает, что это тюрьму обязательно посадят. Но, когда левая сторона сковывается, напряжённо, надо тренироваться для этого. Это не сразу получится. Тренируйтесь. Почувствуйте, потом посмотрите на жизнь и сравните, и поймёте. Нужна немножко опыта. Как у вас это будет чувствоваться, вы сами поймёте. Иногда ломота, иногда страх, иногда онемение, иногда холод, иногда неприятное чувство просто, что-то не то. По левой стороне идёт у мужчины. У мужчины. Означает, больше духовной практики, меньше деятельности. Больше уделять время молитве. Потому что с помощью деятельности вы не победите ситуацию. Просто работая, просто трудясь, ситуацию не победите. Нужна молитва, нужны связи, нужны отношения. Нужно вкладывать в то, чтобы защищаться, защищать свою жизнь. Это ощущается как сильное препятствие в судьбе. Как будто что-то мешает, как будто какой-то камень стоит в жизни, который не даёт возможности действовать. У кого такое сейчас чувство, поднимите руку? Да, у вас правильно. Ну, не так сложно ещё у кого. У вас тяжелее. У вас тяжелее. Но не критично, не безнадёга. Чуть-чуть духовной жизни. Чуть-чуть хотя бы. Вы уже справились почти. У вас уже почти преодолели. У вас только начинается всё. Весёлая жизнь только начинается. Нет, не у вас. Вот рядом очень. Не пренебрегайте. Вы можете молитвой всё победить. А вам Бог послал просто обычные испытания. У вас всё хорошо будет. У вас нет никакого плохого периода. Вы сделали какой-то поступок неправильный. У вас по судьбе это не положено. Вы сделали ошибку. И сейчас за неё расплачиваются. Вот тот, кто поднял руку, да, опустил. Вот вы, да. Не вы, а дальше, сзади, да. Да, теперь вы, да, вы хотите знать. У вас плохой период начинается уже, тяжёлый. Он недолго, полгода всё будет длиться. А вы просто экзамены сдаёте. Вы созреваете как личность. Да, вы, да. У вас, вы пошли не той дорогой. У вас какая-то, ну, деятельность связана с какими-то не теми людьми. Вам надо поменять концепцию деятельности, всё будет хорошо. Тяжёлый период идёт. А дальше? Ну, у вас не как у мужчин, у вас по праву идёт странная напряжение, вы женщина. А дальше? Впереди, у жизни только даль, полная людских надежд, дорога. Всё. Дальше сами. Вы лидеры. Теперь сами учитесь. А про женщину? Я сейчас всё расскажу про всех. Сначала я мужчину ещё не закончу. Посмотрите, две руки кладём, думаем о святом человеке, молимся. Потому что если мы не молимся, сразу что происходит? Мне по левой руке что-то идёт. Нет, так не надо настраиваться. Думаем, что всё хорошо. Настраиваемся, у меня всё хорошо, у меня всё хорошо, у меня всё хорошо, у меня всё хорошо. Я чувствую, что я буду победителем, всё у меня хорошо, я думаю о Боге, у меня в сердце светло. И всё равно при этом по левой руке что-то не то. Я стараюсь, всё равно всё хорошо, всё хорошо, и всё равно по левой руке что-то не то. Я больше стараюсь. И чувствую, что мне надо несколько часов молитвы, чтобы это всё убрать. А потом опять появляется. Это означает плохой период. Только в молитве, только в труде душевном его можно понять. И объём работы, насколько плохой период, тоже только в молитве можно понять. Но если вы не молитесь в это время, а просто думаете, это значит, что у вас всегда будет плохой период. Это называется мнительность. Это для неразумных людей. Теперь как по правой руке идёт. Вот тоже молюсь, всё хорошо. Но молюсь как бы, и вроде бы и молитва сильно не нужна. Чувство с правой стороны тепло, спокойствие. Означает, всё идёт своим чередом. По правой руке может пойти, вот кто-то поднимал руку. Может пойти напряжение такое сильное. Кому я сказал, что у вас просто как бы идёт рабочая такая ситуация? Вот да, точно. У вас по правой руке, у вас напряжение по правой руке означает, просто больше надо трудиться. Не нужно углубляться в молитву. Просто больше труда, и всё будет хорошо. Вы молились? Нет. Неправильный способ диагностики. Вы от страха действовали, не от Бога. От страха всегда полевый больше. Поэтому говорю, этот метод... Этот метод нужно учиться делать. Учиться делать. Учитесь, пожалуйста. Запомните. Молитесь, сможете понять. Не молитесь, трезвости не будет. Страх всегда заставит сомневаться. Не для именительных людей методика. Для зрелых. В молитве можно понять. Тренируйтесь. Помолились полчаса, и потом раз так посмотрели, беспривязанность. Если период плохой, это будет чувствоваться на 100% очень сильно. А если не сильно плохой, то может быть так, может быть так. Как человек, допустим, думает, брать замуж не брать, брать не брать. Значит, не бери. А когда придется брать, так тебе думать уже не сможешь. Ну все. Такая система. Если по правой руке идет холод, напряжение, значит много работы, ничего страшного. Если тепло, значит все хорошо. Если по левой руке идет тепло у мужчины, значит тоже все хорошо. Но это не значит, что будет много работы и развития. А будет любовь, семья, дети. Первым делом, первым делом. Самолеты. Женщина, женщина потом. Лидер означает первым делом самолет. У лидеров всегда на первом месте долг. Но если по левой руке идет тепло, значит будет больше личной жизни. Просто и все. Это хорошо. У женщин. По правой руке холод, напряжение. Ломота. Страх. Во время молитвы. Когда вы победили себя во время молитвы. Означает. Трудности в жизни. Больше заниматься духовной практикой. Больше уделять время молитве. Иначе будут непреодолимые трудности. Иначе будет ситуация, которая будет разрушать вас. Девушка, вы хотите поближе сесть? Давайте где-нибудь вот здесь можете сесть. Со стульчиком вот сюда придите. Вот здесь место есть, правда? Нет, со стульчиком. Там нет стульчика. Если тепло у женщины по правой руке идет, значит все хорошо. Не будет много работы. Будет развитие. Ну, нормально, все хорошо. А если по левой руке у тепло у женщины, это значит, вообще классно. Это значит, что у нее будет семья, дети, любовь. Для женщины на первом месте семья, деятельность на втором. Тогда она сильно себя чувствует. Не значит, что у нее деятельность хуже может быть. Ей может быть даже и лучше. Но на первом месте семья. Когда в семье все хорошо, у женщины сильная она становится. У нее бизнес хорошо идет. Женщина набирает силу от любви, а мужчина от выполнения своего долга. Сначала должно быть в семье все хорошо, у женщины. По левой стороне. Потом уже в деятельности. Интуиция вырабатывается с помощью практики, тренировки. Интуиция обязательно нужна. Я без нее никогда не обхожусь. Все вопросы я решаю обязательно двумя способами. С помощью изучения. Один способ. Изучение тоже. На одной интуиции нельзя жить. Нужно изучать. Изучение означает общение, отношение. Нужно все обсуждать. Это один способ решать вопросы. Обсуждать с разумными людьми. Один способ. А второй. Обсуждать с самим собой. И вот я вам дал метод, как обсуждать с самим собой. Все внимание на молитву. И часть внимания чуть-чуть на симптомы. Если все внимание на симптомы, то тогда за что боролся, на то и напоролся. Это чего боишься, то и будет. Некоторые сильно верят, что у них все будет хорошо. Не замечают проблем. Некоторые, наоборот, думают, что все будет плохо. Не замечают хорошего. Надо думать о Боге. И симптомы на втором месте стоят. И в обсуждении тоже мои мысли на втором месте, мысли остальных разумных людей на первом. Надо услышать других в обсуждении. Причина неудач в бизнесе. Все то же самое. Нет духовной силы, не будет удачи в бизнесе. Целеустременности нет, значит, не будет преодолеваться препятствия. Свою природу не понимаешь, нет правильного направления в бизнесе. Нет ответственности, значит, никто тебя не уполнобачивает быть старшим. Люди не подчиняются тебе. Если ты не можешь способности оценивать правильное качество людей, значит, тогда будет бардак. Способность правильно общаться нет, значит, тогда будут конфликты. Нет проницательности, значит, будешь принимать неправильные решения, терять деньги, средства, связи. Нет выдержки, значит, тогда у тебя не будет стабильного развития. Нет порядочности, тогда будет бизнес не с теми людьми развиваться. Если ты не любишь подчиненных, тогда, значит, коллектив не будет крепким, не будет способности руководить. Нет решительности и смелости, значит, тогда не будет победы над трудностями. Нет хорошего образования, духовного образования нет, значит, тогда бизнес будет приносить страдания со временем. Чем больше водку продаем, тем хуже жизнь. Если нет нравственного образования, значит, тогда не будет команды хорошей судьбы. И профессионального образования не будет, значит, тогда вообще никакого бизнеса не будет. Даже налоги толком не сможешь заплатить. Нужна хорошая команда. Нет хорошей команды, нет удачи в бизнесе. Нет, если ты администратор, нет идеолога, значит, не будет развития. Если ты идеолог, нет администратора, все деньги разлетятся. Если нет хорошего юриста, бухгалтера, там, хороших людей, которые занимаются с... Государственные вопросы решают, тогда будет бардак. Если нет верных людей, значит, тогда не будешь понимать, что происходит с коллективом. Хорошая команда, средства и связи. Нет связей, значит, нет стабильности. Любая ситуация тяжелая может тебя разрушить. Связи могут даже от тюрьмы защитить. Это мощная вещь. Они стоят выше всего. Связи означают у тебя сильное благочестие. Сильная способность верить в людей, верить в старших, верить в равных, верить в младших. Если ты веришь в правительство, правительство тебя не разрушит. Если ты веришь в коллег, коллеги тебя не разрушат. Если ты веришь в младших, младшие тебя не разрушат. Попытайтесь это понять. Если вы вкладываете свою веру в правительство, правительство не будет вас душить 100%. Оно почувствует вашу веру, почувствует 100%. Даже если тяжелая судьба в этом плане. Пытайтесь это понять. Мы бунтари по природе. У нас такая страна, мы должны революцию обязательно совершать. Всех свергать постоянно. И эти плохие, и те плохие, и те плохие. Все постоянно. А затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний решительный бой. Так действует природа. Природа надо контролировать. Ну вот и все. Вот это то, что нет интуиции, тоже будут проблемы. Неудачи возникают от недоразвитости. Вот нет этих пунктов, нет неудачи возникают. Так не может быть никаких неудач. Если Бог вам дал эту природу, значит будет удача. Экзамен сдали, будет. Зачем Бог вас сделал такими? А для того, чтобы была удача. Сдал экзамены, будет развитие. Не сдал, будешь мучиться. Все. Жизнь предназначена для того, чтобы сдать экзамены и получить счастье свое. Все, кто сдал экзамен, получают счастье. Обязательно. На 100%. Не сдал экзамены, трудись. Стадия развития в бизнесе. Не те стадии, говорю, которые... Вам расскажут на других семинарах. Первая стадия — формирование личности и концепции бизнеса. Вообще, эта стадия должна проходить в юношеском возрасте, под руководством старших. Сейчас у нас юношеский возраст до 30 лет. Потому что личностного воспитания нет. Люди недоразвитые. Поэтому и женятся люди в 30 лет. Раньше не женятся, потому что недоразвитые. Не могут семью содержать. Ответственности не хватает. Формирование личности, потом концепция бизнеса формируется. Это одна и та же стадия. Что делать? Когда я понял, что ты, понимаешь, что делать. Дальше формирование команды и наработка опыта. В это время инвестиции большие не нужны. Это на маленькой деятельности совершается. Дальше следующее идет развитие. Когда команда сформировалась, опытная работка есть, значит, дальше развитие. Надо брать средства, искать средства для развития. А вот дальше интересная вещь начинается. Когда развитие, уже средства пришли, дальше испытания начинаются. Как ни странно. Все коллективы разваливаются, лидеры разлетаются друг с другом. Когда идет развитие, пошло деньги, пошли. Мозги слетают у всех. У лидеров слетают мозги, испытания. Три типа испытаний. Испытания огнем. Огонь означает сильное желание. Трудности дает. А вот деньги есть, давай туда, нет, давай туда, давай. Все. Огонь, испытания огнем. Средства пошли. Все начинают это, как это там, лебедь, рак и щука в разные стороны. Воз, да? Воз означает, что что-то есть. Что-то есть, начали тянуть. Это огонь. Если команда неправильно создана, два учредителя означает, что два направления разлетелись. Деньги пошли, разлетелись. Огонь. Испытание огонь. Огонь означает чувство желания. Выдержали, еще больше денег стало. Деньги повалятся вообще, как из рога изобилия. Производство начнет работать, разбогатеть и вальяжными такими станет. Это вода уже. Огонь, вода, второе испытание. Деньги, вода. Это... Вода, женская энергия, означает наслаждение. Захочется наслаждаться жизнью, балдеть больше. Пускай работает железная пила. Вода, для того меня мама родила. Вода, то есть, все, человек не хочет работать. У меня помощники работают. Я обалдею. И третье какое испытание? Медные трубы. Па-бам-па-бам! Все. Это означает, что сознание ниже у людей. Сначала нектар. Есть благочестие. Я попал на волну. Потом яд. Почему потом яд? Потому что благочестие заканчивается. Люди в страсти как живут? Они тратят свое благочестие. Тратят означает, что... Просто наслаждаются жизнью, пытаются добиваться своего. Создавать благочестие означает добрые дела делать. Сначала яд, потом нектар. Такой баланс. Делайте то, что можете. Но не делайте невежественные вещи. Если не можете без волны, торгуйте на волне. Почему не можете без волны? Потому что, чтобы благостный бизнес в наше время делать, нужно много сил. Ну, не сможете вы экологически чистые продукты продавать. Ну, не будет у вас прибыли. Никто не будет покупать. Ну, покупайте, продавайте все, что можете, не продавайте водку. Понимаете? То есть, идея в чем заключается? Смесь, какая-то смесь страсти и благости – это хорошо. Но для человека, который уже понял, как правильно жить, и у него есть силы, такая смесь уже плохо. То есть, идея в чем? Сначала пусть будет страсть. Какая-то страсть. То есть, а сначала там какой бизнес? Какой идет? Но без водки. Потому что это уже невежество. Невежество никогда не помогает никому. Это разрушает жизнь. Это проклятие. Разруха в судьбе наступает. Наркотиками не надо торговать. Мясо. Ну, люди едят мясо. Это страсть. Это больше страсть от невежества. Часто люди не могут торговлю без мясных продуктов осуществлять. Невозможно. Нет прибыли. Но если ты понял, у тебя есть полномочия, тогда торгуй без мяса. Еще лучше будет. Больше счастья в жизни. Надо еще это понять, что это значит. Почему так? Надо разобраться в этом вопросе. Это тоже благость. Знание. В благостном бизнесе сначала идет знание, потом деятельность. Очень сложная тема. Может, у вас есть какие-то вопросы? Да? Да? Очень важный вопрос. Так. Здравствуйте. Разъясните, пожалуйста, как вести бизнес, правильные женщины. То есть, визуально, 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 визуально. Это мужское дело. А вот женщина, что вы сказали, визуально. И при этом, если лично помочь, энергия… Давайте начнем с того. Как? Начнем с того, что есть три стадии развития женщины. Бизнес начинается на третьей. Первая стадия. Я – дочь. Женщина – это только личностное отношение с тобой. Я – дочь. Означать никакого бизнеса не может быть, даже если вы лидер по природе. Вторая стадия. Я – любимая. Другой бизнес. Я – любимая означает семья. Любовь. Нужно найти близкого человека, создавать семью. И третья стадия развития женщины называется «Я – мать». Я – мать – это понятие очень сильное. Это не означает, что я мать только своих детей, а потом я рисуюсь перед всеми. Я – мать означает «Я – мать для всех». Попытайтесь понять, женщина, если у вас уже сознание развито, зрелое, вы – матери, это значит, что вы можете быть лидерами еще в 10 раз лучше, чем мужчины. Нам нужны такие лидеры, которые являются матерями. Поймите, они в 10 раз лучше лидеры, чем мужчины. Потому что женщине очень трудно стать матерью настоящей для всех. Мужчина – это и уже мужчина с самого начала. Он чуть-чуть уже – и уже мужчина. А женщине надо матерью, чтобы стать, нужно время и силы, нужно мудрость набираться. Когда женщина стала мудрой, она в 1000 раз лучше, она может руководить в 1000 раз лучше, чем любой мужчина. Женщина, когда мать, она и вообще делать ничего не надо. Она руководит просто советами. Она становится как святой. Святой может руководить советами. И женщина-мать тоже может руководить. Она может возглавлять любой лидер женщины, любой бизнес. Делать все мужчины будут, Которые будут ее понимать как мать, принимать как мать. Вот такое развитие в бизнесе у женщин. При этом это не значит, что вы не должны ничего делать, пока мать или не стали. Вы должны развиваться, может у вас свое дело быть какое-то, но не надо думать, что будут какие-то сильные достижения в этом все. Нет, это вообще не значит, что вы мать. Мать смотрит на всех как мать. Женщины в основном все смотрят, как к любимой. Они построят глазки, привлекают к себе людей. И это не мать. Мать означает мудрость. Мудрость означает другая любовь, любовь старшего. Да, женщина смотрит на всех глазами материнской любви. Это совсем другое. Она не вызывает вождение в сердце. Она красивая, в любых сердцах, но по-своему, по-другому. Дайте мне. Мать это мать Тереза. Ох, ох, ну вот. Вот она ведь. Станьте матерями. Веды говорят, что в обществе должно быть много дочерей, чуть-чуть любовниц, чуть-чуть и много матерей. Тогда общество становится спокойным, процветающим, счастливым. Когда количество дочерей уменьшается в обществе и количество матерей уменьшается, а увеличится количество любовниц, увеличится общество, разрушается. Разрушается. Сейчас у нас проценты такие. 10% дочерей, 10% матерей и 80% любовниц. Означает 80% разводов. Статистика такая. У нас сейчас в обществе так. Женщины, думайте, 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 делайте выводы. Вы лидеры, вы должны объяснять это все. Мать не означает, что все, типа я старуха, меня никто не будет любить. Женщину всегда будут любить, если она женщина, ее всегда будут любить. Но любовь к матери она другая. Она другая. Она более счастливая, более высокая, более развитая, более красивая, более достойная, настоящая. Не соблазняет. Делает в сердце уважение человека. Когда человек на мать смотрит, то у него уважение возникает. Возникает чувство благодарности, вера. Все начинают верить матери. Матери все верят изначально. У каждого человека была мать в жизни. Все матери верят. Когда женщина, как мать, ей не надо сильно напрягаться в управлении, а всех будет строить. Василий Петрович, как ты себя ведешь? Ты посмотри на себя. У тебя совесть-то есть. Сразу становится ребенка. Женщина-мать же. Все становится детьми рядом с ним. Даже большие люди. Ответим на ваш вопрос? Дальше следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, я сейчас начинаю профессионально заниматься благотворительностью. И сейчас кризисный период в России. Попали на волну, значит, вы. Да, прошло. Ну, в общем-то, государственный сектор перестал финансировать. А сейчас потяжелый найти спонсор с компанией. Спонсоры означают хорошие люди. Смотрите, государство, когда финансирует, это страсть. Это всегда только на волне. На волну попало, экономика хорошая, государство финансирует, это страсть. То есть, невежество означает финансировать воры в законе. Это опасно вообще. Но получается, надо обращаться к меценатам, которые как раз... Обращаться можно к меценатам, только в том случае, если у вас хорошие качества. Вы можете войти в общество этих людей. Вот это уже благость. Я поняла. Хорошо. Ну, тогда остаются, скажем так, волонтеры, да, или... Бывают меценаты ниже. Да, бывают меценаты из низшего. Вот смотрите, какой у вас уровень развития. Если вы очень сильная личность, меценаты уже не волонтеры. Не знаю вам страны. Нет. Все видно по опыту вашей жизни. Если вы можете вдохновить людей, которые просто, они имеют много силы, но они действуют просто как волонтеры. Это значит, что ваш уровень развития такой. Но если ваш уровень развития личности будет выше, тогда меценаты будут очень сильными людьми. Ваши меценаты. Все зависит от вашего развития. Видите, как важно то, о чем я говорил с самого начала. Начало духовной жизни, молитва, она делает развитым человеком. Она дает им миссию в сердце. Когда миссия есть в глазах, тогда... Почему я вам сказал, садитесь ближе? А, потому что у вас волосы такие красивые, да? Ни как, почему? Ну-ка, давайте разберемся с этим. Почему я так сказал? Ну-ка. Ну, наверное, что-то увидел микрофон. Что-то я увидел? Ну, я, во-первых, просто не зашла на меня вовремя. И, возможно, вы видели мою инициативу, когда я начала руки поднимать. Просто спрашиваю. Я ответил, что у вас глаза хотят делать добрые дела. Она хочет здесь, она хочет ближе, пусть они здесь. Это называется уполномоченность. Но если это увидят люди, у которых есть средства, да, это значит, что ваша уполномоченность достигла Бога. Уже Бог вас увидел. Когда люди, имеющие средства, видят вашу уполномоченность, думают, что этому человеку, если дать деньги, то они точно пойдут по назначению. Этот человек реально способен правильно использовать средства, которые должны направляться на благотворительные цели. Разумные люди никогда за их деньги тратить не будут. Продолжение следует...